Еще в июне прошлого года во исполнение поручения главы государства на базе Барановичской межрайонной прокуратуры состоялось координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией. По итогу встречи правоохранители разработали комплекс мероприятий, направленный в том числе на предотвращение падежа крупного рогатого скота. Разработана своего рода дорожная карта действий каждого заинтересованного субъекта по сохранности крупного рогатого скота и, конечно же, по соблюдению требований законодательства. Нужно сказать, что реализация утвержденных этим решением совещания мер позволила устранить выявленные значительно нарушения требований ветеринарного законодательства, а также иные проблемы, которые имели место быть. Так, только в нынешнем году сотрудники надзорного ведомства внесли 15 представлений и 16 предписаний об устранении выявленных нарушений. Свыше 80 человек привлечены к дисциплинарной ответственности. К материальной на сумму более 7 тысяч рублей около 60 работников. По фактам сокрытия падежа крупного рогатого скота возбуждено 12 уголовных дел. С начала текущего года в целях возмещения ущерба, причиненного падежом крупного рогатого скота, а также сокрытием фактов падежа крупного рогатого скота в интересах сельскохозяйственных организаций района, прокуратурой предъявлено 9 исковых заявлений на общую сумму более 60 тысяч рублей. Одним из проблемных сельскохозяйственных предприятий района по обеспечению сохранности поголовья крупного рогатого скота являлась ООО «Экспериментальная база Вольно». Если говорить точнее, то правоохранителями при документальном благополучии на ферме выявлены нарушения правил содержания и ухода за молодняком, а также отсутствие необходимого количества сотрудников ветслужбы и, как результат, должного лечения животных. В прокуратуре в 2021 году в ООО «Экспериментальная база Вольно» внесено два представления. 11 работников предприятия, в том числе руководитель, привлечены к дисциплинарной ответственности и 10 к материальной ответственности на сумму более 250 рублей. В истекшем периоде 2022 года внесено также два представления, одно предписание. К дисциплинарной ответственности привлечены 11 работников предприятия, в том числе заместитель директора. К материальной 19 работников на сумму более 2,5 тысяч рублей. Еще две сотрудницы привлечены к ответственности уголовной. Согласно материалам дела, теперь уже экс-помощницы начальника молочно-товарного комплекса Нижняя Чернихова скрыли падеж без малого 120 голов крупного рогатого скота. В отчеты вносила заниженные показатели, что было выявлено работниками прокуратуры. В отношении меня было возбуждено уголовное дело, которое сегодня было и рассмотрено судом. Я очень переживаю по поводу случившегося и считаю, что все-таки работать надо по закону. Во избежание подобных ситуаций в других хозяйствах судебный процесс проходил в выездном заседании. Суд Барановичского района и города Барановичи признал виновными жительниц Барановичского района в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 427 Головного кодекса Республики Беларусь, и назначил им наказание с учетом предоставленных государственным обвинителям доказательств, а также личности обвиняемых. То есть ограничение свободы сроком на год без направления в исправительное учреждение открытого типа, проще говоря, домашняя химия. Однако у сторон есть 10 суток на обжалование вердикта Фемиды. Воспользуются ли они этим правом, пока не ясно. Тем временем экспериментальную базу вольно возглавляет новый руководитель. И за относительно небольшой срок, а в должности директора он не более года, можно уже говорить о положительной динамике. Причем не только по документам. Для решения проблемных вопросов приняты меры по укомплектованию хозяйства ветеринарными специалистами, специалистами зоотехнического профиля. Для решения вопроса со скученностью скота произведена реконструкция коровника, рассчитанного на 300 голов дойного стада. До конца текущего года планируется провести реконструкцию еще одного коровника. И хотя есть основания полагать, что экспериментальная база вольно, как принято говорить, в надежных руках, нарушения требований законодательства продолжают фиксировать сотрудники надзорных органов на других предприятиях области. Только за сокрытие падежа скота в нынешнем году возбуждено порядка 60 уголовных дел. По результатам проведенных проверок в текущем году органами прокуратуры внесено более 200 актов прокурорского надзора, направленных на устранение выявленных нарушений. По требованию прокуроров в текущем году виновными лицами в падеже крупного рогатого скота возмещен ущерб на сумму более 100 тысяч рублей. К дисциплинарной ответственности привлечено более 200 должностных лиц. Судя по этим данным, количество нарушений в сельхозорганизациях не превышает прошлогодние показатели. А значит направление, которое изначально выбрали сотрудники прокуратуры и по которому ежедневно продолжают работать, верное. Мария Кудина, Людмила Салзина, Николай Рудский, телерадиокомпания «Брест».